МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Как всегда, в это время по вторникам в эфире телерадиокомпания «Щелково» программа «Диалог». С вами я, ее ведущий, Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450, и задавать свои вопросы моим сегодняшним гостям. А в гостях у меня сегодня в первой половине программы сразу три гостя. Это директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Щелковский колледж» Флора Бубич. Здравствуйте, Флора Владимировна. Студент третьего курса этого же самого колледжа Кирилл Усачев. Здравствуйте, Кирилл. И студентка первого курса колледжа Сабрина Титова. Здравствуйте, Сабрина. Но сразу хочу сказать, что это не просто студенты третьего и первого курса, а это победители национального чемпионата молодые профессионалы, или WorldSkills Russia 2019. Только вчера получили премию от губернатора. Поэтому вопрос такой. Ну вот я вижу, медали лежат на столе. Кирилл серебряная медаль, Сабрина бронзовая. Это не единственные чемпионы студенты нашего колледжа. Всего четыре победителя. Но, к сожалению, все сюда в студию не могли бы поместиться сразу. Хотя, конечно, всех хотелось бы увидеть. Бросили жеребие, и выпало Кирилла и Сабрини. Я угадал? Ну, мы пока ехали обратно с вручения. Мы посовещались, и ребята делегировали. Определили двоих, кто сегодня выступит в студию. Ну, будут тогда работать каждый из-за двоих. Но вначале, наверное, первый вопрос вам, Флора Владимировна. Чуть-чуть подробно об этом конкурсе расскажите. Я знаю, что финал проходил в Казани. Отборочные туры проходили, в том числе, и на базе нашего Щелковского колледжа. Может быть, какая-то небольшая статистика. Сколько раз мы уже участвуем в этом чемпионате. Сколько всего участников. Ну, и как часто нам приходилось занимать призовые места. Но, во всяком случае, скажу, что из шести номинаций, или как компетенции называется, из шести победителей, финалистов, четыре – это студенты Щелковского колледжа. Ну, мы начали участвовать в этом движении, в WorldSkills, с самого начала, как только оно появилось, только первые шаги стало делать. Мы сразу попробовали свои силы в направлении ТО и ремонт. И потихонечку стали развиваться. Сейчас у нас уже, на нашей базе, проходит 22 компетенции. Это чемпионат Московской области на базе колледжа. Движение – это очень серьезный конкурс, очень высокие, сложные задания. Большая конкуренция, просто сумасшедшая конкуренция. Тем более принимающая сторона в этом году была Казань. У них был дополнительный участник по условиям разрешенных. То, что Московская область, благодаря нашим студентам, заняла третье место – это очень достойный результат. Это в командном зачете? В командном зачете, да. Очень достойный результат. В целом хочу сказать, что у нас большая часть преподавателей зажглись этим направлением. Оно вообще развивает самих преподавателей и тянет за собой весь процесс обучения. И в этом году у нас больше ста человек приняло участие в областных соревнованиях. 74 человек стали призерами. Это первое, второе, третье место. Это региональный этап, да? На нашем региональном этапе Московской области. И только первые места едут участвовать дальше, на отборочные. Там особая статистика, подсчет. В общем, 8 человек были на отборочных. Прошли через отборочные 6 человек. И вернулись с педалями 4 человека. Но это если мы говорим о студентах. А есть еще направление 50+. И там наш преподаватель принес нам золотую медаль. Стал лучшим в России по направлению ТО «Ремонт автомобилей». Ну что ж, поздравляю вас всех. Поздравляю весь коллектив. И не только участников, но и, наверное, педагогов, которые готовили. Безусловно. Это огромная заслуга педагогов. Это очень большое вложение времени. И про средства Флора Владимировна молчит. Подготовка очень серьезная. Вот Кириллом занималось 6 преподавателей. Там более было преподавателей. Практически вся наша лаборатория. Много учителей рассказывали. Как себя вести, где застрить внимание. Это на предварительных этапах у нас в колледже. Также ездили на подготовку в Ford Center. Там спасибо работникам. Вы сразу нам скажите, какое у вас направление, какая компетенция. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. По легковым автомобилям. Это наиболее популярное, так скажем. Это самое популярное, самое большое. У нас поварское дело и то ремонт. Это самые сложные компетенции. Больше всего желающих. А вот встречный вопрос. Поварское дело. Там все-таки превалируют девушки или юноши хватает тоже? Нет, мужчины тоже там участвуют. Но в этом году победитель девушка. А техобслуживание, ремонт автомобилей, девушки тоже есть? Я девочек не видел, если честно. В нашей истории чемпионата не было. Не во время подготовки, не во время соревнований. Нет, правда, не видел. Ну, тем не менее, тогда расскажите, вот как проходила подготовка. Вы уже начали, да? И насколько вообще сильна была конкуренция на всех этапах? Конкуренции хватало везде просто с головой. Ребят очень много. Все сильные, знают многое. Где-то кому-то повезло меньше. Ну, на каких-либо модулях кому-то повезло чуть больше. Подготовка проходила в колледже тем способом, то, что вот, допустим, модуль у нас двигатель. Вот, разбирай, делай замеры. Все, сиди там сутками с ним. Изучай, что, к чему, зачем и почему. Изучай мануал. Это книжка, в которой описывается порядок, там, разборки, сборки, где какие допуски, ну, в размерах. Ну, я просто могу честно признаться, что свою вообще профессиональную карьеру после школы начинал учеником автослесаря, моториста. Это было, правда, давно. Конечно, в прошлом веке. Хорошо. Но, тем не менее, это не понаслышке. В общем-то, руками поработать пришлось не очень долго, правда, до армии. После армии уже сел за руль. Ну, дальше развивалось все уже в другом направлении. Просто я прекрасно помню, естественно, как работали мы, в каких условиях. Да, это по уши, как говорится, в черном-черном таком растворе. Ну, в основном руками, конечно. Книжки у нас тоже были. Но сейчас приезжаешь в автосервис, конечно, совсем другая обстановка. И, прежде всего, если у нас была диагностика, так скажем, да, опытных сотрудников на слух, на глаз. На цвет, может быть, даже. Где что капает, где не капает, да. Что-то замеряли специальными, ну, даже не приборами, а скорее механизмами, да. Всякие щупы и прочие зазоры и так далее. Все, в общем, делалось вручную. Не на глаз, конечно, но вручную. Сейчас, в общем-то, практически все. Понятно, что и техника стала сложнее, и электронные системы, да. Ну, и, соответственно, электронная диагностика тоже, по-моему, сейчас может определить вообще все на свете. Вот вы с этим тоже работаете, да, с такими системами? Я начал работать с электродиагностикой вот на подготовке, также использовал это все дело на чемпионате. Так, по факту, пока что я не работаю, вот. Дело не идет как-то, вот. А в автосервисе не работает? Не хочется или не получается? Ну, это как бы, там, не автосервис, грубо говоря, как гаражные условия. А, ну, то есть упрощенный вариант, так скажем. Ну, да. Чтобы, ну, главное, получить навыки. Ну, очень много электроники в машинах, и от нее очень многое зависит. И обязательно нужно знать, как грамотно продиагностировать автомобиль. Куда что подключить, где что посмотреть, что проверить, как проверить. Спасибо. Ну, сложно. Еще будут, конечно, вопросы. Я хочу слово предоставить Сабрине. А то она нас уже, наверное, хочет тоже высказаться. Сабрин, ну, прежде всего, тоже поздравляю вас с бронзовой медалью. Это тоже очень большое достижение. По какому направлению вы победили, так скажем, стали призером? По направлению флористика, юниоры. Ну, что это такое, объясните. Флористика, ну, это, да, составление букетов? Составление букетов, композиций, украшений различных. Как вы готовились к этому чемпионату? У меня были достаточно тяжелые тренировки. Я ездила к своему тренеру. Она мне научила составлять композиции, собирать букеты. И я делала различные конструкции. Вот вы сказали, к тренеру, это у вас как вот такое спортивное немножко, да, формулировка? Или все-таки педагог? Педагог. Педагог. Почему именно тренер? У них есть задания, по которым они тренируются. Поэтому это действительно как тренировка. Вообще чемпионат WorldSkills, это почти как Олимпиада. И по нокаусу России, и по подготовке. Национальную сборную России, у них даже питание такое же, как у олимпийских чемпионок. То есть там все очень жестко. И график, сна. То есть это реально очень высокий уровень. Вот Кирилл сейчас молчит, у него уже тренировки были. Не только по двигателю. У них там и подвеска, и электроника, и диагностика. У Сабрины задание, там нужно и букет собрать, и сделать композицию, и самой связать какие-то конструкции. То есть задания очень сложные. Некоторые даже профессионалы говорят, что они еще же ограничены по времени. Что даже в это время очень сложно уложиться, чтобы выполнить задание. Это как шахматы получается, да? Они во времени ограничены. Они ограничены во время. Задание очень избыточное. То есть ты не только должен сделать правильно, ты должен сделать еще на скорость. Если ты где-то потерялся, все, ты потерял эти минуты, в определенное время все. Ключи кладутся, все отложат машины. Сабрина, ну если можно чуть более подробно, да, вот, как сказала Флора Владимировна, да, уложиться в определенный временной промежуток. И что, Ваверт, ну какой это промежуток, да, и что за это время нужно сделать конкретно? У нас было задание за два часа собрать композицию или букет. Вот, в первом модуле мы собирали композицию, венок на стол, украшение. Время было два часа. Вот, ну достаточно тяжело вот за это время собрать что-либо. Ну, как бы, тренировались очень долго, чтобы на скорость все быстро собрать. Ну, не знаю, два часа вам не так много. А вообще, вот эти все составляющие компоненты, это вы с собой приносите? Все сами делали, нельзя с заготовки. Все сами из проволоки, делали различные каркасы, конструкции. А потом уже составляли композицию из цветов живых. Ну, а теперь давайте такой, может быть, немножко перекрестные вопросы будут, да. Как вы, я, Флора Владимировна, это я к студентам пока обращаюсь. Как вообще вы пришли в Щелковский колледж, как выбрали эту, вашу конкретную специальность? Ну, я, например, узнал от знакомых, и я еще в школе задумался о том, чтобы пойти учиться по автомобильному направлению. Ну, с детства к этому как-то привязан, интересуюсь. Взаимно. Да, да, да. Ну, как-то вот в колледже раз появилось предложение то, что на WorldSkills не хочешь пойти, пойдемте. Изначально отнесся, ну, как-то несерьезно, ну, потом узнал, какие перспективы, включил серьезного человека, и вперед с песней. Нет, ну, это непосредственно участвовать в чемпионате, да? Да, 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 да. Вы же уже были студентом? Да. Сабрин, ну, а вы как, соответственно, попали в колледж, как выбрали эту специальность? И вот уже на первом курсе уже не только участвовали в национальном, да, всероссийском чемпионате, но и заняли третье место. Я с детства любила выращивать растения с мамой и с папой. В колледж я попала из Краснодарского края, я узнала о нем из интернета. Вот, потом приехала сюда, в Москву, поступила в этот колледж на специальность ландшафтное строительство. Вот, и потом мне предложили поучаствовать. чемпионате, я согласилась. Вот, сначала у меня был отборочный, я заняла из трех девочек первое место. Это внутри колледжа? Да, внутри колледжа, из нашей группы. Вот, потом у меня был региональный чемпионат, тоже здесь. Я заняла тоже первое место. Вот, из шести юниоров, получается. А потом был отборочный чемпионат в Ярославле, я заняла второе место. И вот теперь на чемпионате России бронзу взяла. Сейчас предлагаю нам сделать маленький-маленький перерывчик, посмотреть видеосюжет как раз о том, как проходил отборочный чемпионат у нас в Щелкове на базе, по-моему, шестого филиала. Здесь, недалеко от нас. Ну, правда, вот, специальности не ваши там, там немножко другие. Но все равно, давайте посмотрим, это было совсем недавно, буквально месяц с небольшим назад. Давайте посмотрим, потом продолжим разговор. В Щелковском колледже сегодня проходит национальный чемпионат молодых профессионалов WorldSkills Trasha 2019. Также к мероприятию приурочили тематическую презентацию. Собравшиеся поговорили о цифровых технологиях. Деловая программа состояла из презентаций докладчиков, которые рассказывали о таких темах, как использование информационно-технологической платформы Академия Медиа и цифровых учебных материалов для организации электронного обучения. Цифровое образование, вызовы и возможности для среднего профессионального образования, цифровая дидактика профессионального образования, обучение в условиях цифрового общества и другое. В самом названии цифровизации образовательного процесса заключены два основополагающих понятия. Это с одной стороны цифровизация, с другой стороны образовательный процесс. Так вот, цифровизация образовательного процесса представляет собой такую встречную трансформацию образовательного процесса и его элементов, с одной стороны, и цифровых технологий, с другой стороны. Причем целью трансформации образовательного процесса у нас является использование потенциальных дидактических возможностей цифровых технологий, а с другой стороны целью цифровых технологий, трансформации этих цифровых технологий в образовательном процессе является именно приспособление их к эффективному решению поставленных приминальных педагогических задач. Мы рассматривали сегодня те виды электронных ресурсов, которые есть в нашем издательстве. Это электронные учебно-технические комплексы, которые позволяют студентам изучать дополнительную информацию с помощью них. Это виртуальные практикумы, симуляторы производственных процессов, которые активно сейчас используются в смешанном обучении. Сам же чемпионат молодых профессионалов WorldSkills Russia 2019 проходил в соседнем корпусе колледжа, где находятся мастерские. Сегодня и ближайшие два дня будут работать взрослая рамка с 16 до 22 лет. Сюда приедут 15 регионов с Российской Федерацией и будет отобрано 5 лучших команд, которые в дальнейшем поедут в Казань и будут уже непосредственно участвовать в самом национальном чемпионате. Съемка у нас проводится на фоне этой работы юниорской рамки возраста 14-16 лет. Этот сад ребята построили всего за два дня. Ну это не ваша специальность была, да, Сабрина? Специальность ее, компетенция. Ну да, да. То есть вот как раз вот эти студенты, которые поступают на ландшафтный дизайн, среди них отбираются по флористы, как смежная компетенция. И обучаются с нуля. Есть специальность? Склористика, нет? В нашем колледже. А, понятно. Все. Теперь вопросов нет. Вот здесь, как говорится, два в одном было немножко, да, две темы. И подготовка, и, собственно, чемпионат, да, отборочный тур региональный наш проходил в Севастском. И вот обсуждали цифровые технологии. Мы еще, наверное, с Лорой Владимировной потом более подробно поговорим об этом направлении. Я вот хотел бы спросить вас, ребята, студенты, вам в своей специальности при подготовке, при обучении приходится иметь дело именно вот с этим цифровым нововведением, да? Ну, в частности, насколько я знаю, еще дистанционное обучение существует именно вот при помощи новых технологий. Вот вам, Кирилл, как автослесарю, так скажем. У нас хватает заданий в этой самой Академии Медиа. В этом году нас еще подключили по специальности, ну, конкретно там по одному из предметов курс медийного обучения. Также при подготовке очень много было моментов, когда пользовались компьютером, диагностическими приборами. Это все как бы между собой завязано, и постоянно приходится это дело изучать, где-то что-то искать в интернете, ну, чтобы понять, как работает, как этим пользоваться. Как-то так. А у вас, Сабрина, есть какая-то, может быть, компьютерная программа составления букетов? Нет, скажи, к сожалению, такого нет. Или все идет из головы? Все из головы. По наитию интуиции или все-таки по каким-то, так скажем, данным, которые получили, ну, не знаю, при общении с наставниками, с педагогами? Ну, тут уж 50 на 50, на самом деле, и что-то из, ну, сама придумываю, что-то мне говорят, как делать. Если можно, расскажите, каковы критерии оценки, да, вот мы поняли, как вы готовились, да, что примерно входит в то, что вы должны выдать, так скажем, в результате, да, но тем не менее, какие критерии, вот давайте с вас начнем, Сабрина, да, мы знаем, даже нужно за два часа уложиться, собрать какую-то некую очень красивую композицию. А помимо этого, что еще учитывается? Учитывается гармония цвета, сочетание вообще цветов, срез растения, работа не должна превышать, там, указанные рамки, ну, размеры работы. Вот, потом в композиции очень важно, чтобы она была устойчивая, ну, чтобы не упала, была транспортабельная. Также она не должна повредить человека, например, там, у нас много конструкций, сделанных из проволоки, поэтому это все, как бы, учитывается, чтобы не зацепить ничего. Как вы считаете, насколько востребован результат вашего труда, я имею в виду с профессиональной точки зрения? Мне кажется, это очень востребованная профессия в наше время теперь, как бы. Ну, а вы планируете... Надо дарить женщинам цветы. Что? Надо дарить женщинам цветы. Дарить цветы, но цветы как-то, я не знаю, мы привыкли дарить вроде уже такие обычные. А женщина хочет всегда что-то новое. Необычное. Да нет. Спасибо. Учтем, Кирилл, видите, будем знать теперь, что не просто букет, да, не просто даже дорогой букет, а еще какой-нибудь оригинальный букет, который, может быть, больше нигде его такого и не купишь, не найдешь. Что-то эксклюзивное. Да. Сабрина, я угадал? Да. Но вы в дальнейшем планируете по этой специальности работать или все-таки вы останетесь... У вас же все-таки ландшафтный дизайн, да? Ландшафтный дизайн. А флористика – это как факультатив? Ну, это больше как хобби мое. Ну, а будущее вы связываете с чем больше? С ландшафтным дизайном или с флористикой? Мне кажется, все-таки с флористикой. Все, она влюбилась в флористику. У нее теперь цель... Вот, можно сказать, случайно совершенно, да? Она теперь заняла место в юниорах, теперь ей хочется победить в основной компетенции. Так что ей есть куда расти. Ну, а там уже и 50+, может быть, когда-нибудь. Ой, у нас в этом еще рано. Нет, ну, это страшно, конечно, говорить. Просто я говорю, что нет предела совершенства. Кирилл, но вы как планируете дальше идти, да, именно по этой специальности? Да, планирую пойти на высшее образование после этого. Ну, после окончания колледжа. По этой же специальности. После этого, пока я планов не строил, надо закончить с отличием колледж. К этому стараюсь стремиться. Потом, ну, по призыву пойти в армию все-таки. И пойти уже учиться в высшее. Там стараться с отличием. В автодорожной? Ну, возможно, да. А вы, Абрина? Ну, конечно, хочется на высшее образование пойти. Закончить сейчас колледж. Потом пойти дальше. Ну, вот, Флора Владимировна, а вы как смотрите на то, что птенцы ваши улетят и пойдут в институт? Отлично. Здорово. Для этого мы и работаем, чтобы они дальше развивались. Но вот, зная практику, ребята обычно к четвертому курсу находят, к концу четвертого курса находятся работу. И понимают, что институтам уже не совсем интересен. И учатся там заочно. Случаев очного обучения стало... Вообще почти не стало, откровенно говоря. Если раньше это было очень популярно, востребовано, то сейчас это очень единичные случаи. Но мы всегда подсказываем ребятам, какие есть университеты. У нас есть с ними связь. Подсказываем, говорим, помогаем обращаться туда. У нас есть программы. Сейчас очень активно университеты стали приходить, предлагать свои услуги. И у них появились бюджетные места. То есть в этом направлении мы работаем. Если ребятам интересно это, то почему нет? Ну и у нас осталось совсем немного времени до перерыва. Мы уже попрощаемся с нашими победителями, с ребятами. Останемся тет-а-тет с Лорой Владимировной. У меня такой маленький, может быть, не знаю, провокационный вопрос к вам. В наше время легко ли быть молодым? Как удается выживать? На самом деле не очень-то и легко. Во многих местах приходишь устраиваться опыт работы. Откуда опыт работы возьмется, если не берут нигде? И каким образом поступать в этом случае, без понятия. Ну я знаю, что существует очень много программ и регионального уровня, и даже федерального, которые направлены на дальнейшее трудоустройство молодежи, в том числе по специальности и так далее. Надеюсь, что у вас эта проблема после окончания колледжа все-таки будет сведена к минимуму. Спасибо вам огромное. Еще раз поздравляю. Поздравления вашим однокашникам, которые не пришли сегодня в студию, но тем не менее присоединяемся, их тоже поздравляем. Успехов вам и в учебе, и, естественно, в дальнейшем выборе профессии, хотя вы ее, так понимаю, уже выбрали, соответственно, в трудоустройстве. Спасибо. Напоминаю, что в гостях у программы «Диалог» в первой клане программы были директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области Щелковский колледж Флора Бубич и студенты третьего курса Кирилл Усачев и первого курса Сабрина Титова, которые стали победителями национального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills 2019. Спасибо. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области Щелковский колледж Флора Бубич. Еще раз здравствуйте, Флора Владимировна. Напоминаю, телефоны прямого эфира 567-1440 и 567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы, связанные, наверное, не только с обучением в Щелковском колледже, но и вообще при получении профессионального среднего образования. Флора Владимировна, мы так хорошо посидели, если можно сказать, в первой половине нашей программы вместе с вашими подопечными, студентами третьего и первого курса, но не просто студентами, а победителями ежегодного национального чемпионата молодые профессионалы Кирилл и Сабрина. Мы их проводили, но они все-таки, наверное, вас дождутся, поэтому, естественно, мысленно они с нами. И продолжают смотреть этот эфир. Ну, а мы с вами продолжим уже в более, наверное, широком ключе, не применительно к чемпионату, а применительно вообще к работе, к деятельности Щелковского колледжа. Опять же, в первой половине программы мы немного затронули тему цифрового обучения, так скажем, как это правильно говорится, цифровая образовательная среда, как это называется, да, и плюс дистанционное обучение студентов, вот насколько у вас это практикуется, насколько это развивается со временем. В прошлом году Московская область начала проект в рамках федерального. Мы ее назвали «Цифровой колледж Подмосковья». Надо сказать, что Московская область единственная, кто создал электронный ресурс онлайн-обучения в системе среднего профессионального образования. Наши курсы доступны на портале «Цифровой среды». Надо сказать, что мы тоже создавали свой курс. Всего 8 учебных заведений в Московской области их создавало, мы были в том числе. Наш курс, про который говорил Кирилл, автомобильные эксплуатационные материалы, был создан нашими педагогами. Было новое для нас, потому что мы учились работать операторами, ведущими. Там обязательно должен быть видеокурс представлен. Учились писать сценарии роликов. То есть для нас, педагогов, тоже появилась новая компетенция. Мы очень рады. Включились в работы студенты. Кстати говоря, это потрясающе. Студенты помогали нам. И результат, может, поэтому был хороший, что мы слушали еще и то, что говорят студенты, как им интересно было бы это предподнести. И 704 человека со всей Московской области прошли обучение по этому курсу. Преподавал один преподаватель нашего колледжа, вел их в этом курсе. Они учились дистанционно, им был предоставлен доступ. Они полностью изучали онлайн-курс. И контрольный экзамен. Сам онлайн-курс состоит из нескольких зачетов, небольших, маленьких. Все время там тесты проверочные. И в конце один большой зачет принимается под камеры. В этом году в рамках апробации каждое учебное заведение сажало своих студентов. Нам делало снимок, что вот они сидят. Мы включали тест. И через час его отключали и снимали результат. То есть то, что не списывают студенты, гарантировали те учебные заведения, в которых они сдавали. Результаты хорошие. Отзывы тоже потрясающие. Уже мы подписали договор о сотрудничестве, об обучении с колледжем из Нижнего Тагила. Они теперь к нам подключают своих студентов и будут проводить это онлайн-обучение. Для нас это очень приятно, что вот так понравился наш курс. Люди его увидели. И вот потихонечку мы ведем работу для того, чтобы учить вообще всю Россию. Приятно очень. Но все равно, наверное, не все специальности можно охватить этой технологией. Ну, онлайн-курс – это вообще очень сложная технология. Это полный пакет, где все должно быть четко выстроено. Более простая технология дистанционного обучения, она у нас тоже применяется в колледже. Это просто электронный образовательный ресурс, когда часть обучения выносится в электронную среду. Ребята заходят в нее, там выполняют какие-то тестовые задания, что-то читают. Они разные по своему наполнению совершенно. Есть практику мы, например, ПТО-ремонту, где ребятам предлагается электронно разобрать, собрать двигатель. То есть они просто заполняют алгоритм. И там вот, кстати, ребенок, студент не может начать работу, пока он не оденет на себя спецодежду, пока он на машину не оденет спецодежду. Там он не может куда угодно... То есть это правило техники безопасности, да? Абсолютно. И культура производства, и техника безопасности, и бережливое производство, все там есть. То есть оно все учитывает. Это неплохие тренажеры. Конечно, они не заменяют лабораторию, поэтому у нас существует лучшая в нашей стране лаборатория ПТО-ремонту легковых автомобилей. Сейчас мы делаем похожую ПТО-ремонту грузовых автомобилей. В прошлом году мы выиграли грант, федеральный проект. У нас было софинансирование. Теперь у нас кольц же не просто лучшее оборудование БОЖ стоит. У нас стоят гибридные автомобили, у нас стоят электромобили. Ох, уже даже до гибридов докатились. У нас стоит грузовой КАМАЗ, да, МАН стоит. То есть мы оборудовали это направление очень серьезно. Но главное, конечно, это те мастера и те педагоги, которые там работают. Не зря у нас первое место в национальном чемпионате у нашего педагога, преподавателя, мастера производственного обучения. Ну это вот то, что мы говорили, да, золотая медаль в национальном чемпионате. Ну тогда, наверное, повторяться не буду. Это все-таки, наверное, самая популярная у вас специализация, ремонт автомобилей. Ну а другие, вот у вас их всего сколько, 22, по-моему, 36 даже. С последней поправкой. С последней поправкой. Ну вот видите, значит, устарели у меня данные. Если можно, вот всех, все, наверное, перечислять не надо, но вот наиболее популярные. Среди студентов это ТО-ремонт, компьютерное направление, информационные системы программирования, поварское дело, земельно-имущественное отношение и последнее время монтаж и эксплуатация оборудованных систем газоснабжения. Программы, которые пользуются спросом у студентов. А вот у предприятий пользуются несколько другие программы. То есть имеется в виду выпускники, да, востребованные? Да, то есть спрос у предприятий на другие профессии, промышленного производства, машиностроения, то есть вот это более востребованные. Но у вас они тоже присутствуют? Конечно, присутствуют. Мы очень внимательно смотрим за тем, как развивается производство, в том числе и в Щелковском районе. К сожалению, до последнего времени мы не получали заявки от производств реальных, от работодателей, что им надо. Они не могут наперед нам сказать своих потребностей, но мы следим, сами пытаемся определить, в какую сторону идет развитие района. Выбираем специальности и постоянно их обновляем. Обновляем ежегодно, кропотливо работаем над этим, чтобы угадать то, что понадобится городу через 5-6 лет. Но это вот я хотел, да, наверное, ближе к концу программы. Но раз уж мы так плавно свернули на эту тему, это проблема трудоустройства выпускников. Насколько тесно вы взаимодействуете с предприятиями нашего городского округа, ну и, может быть, не только округа, но и вообще области? Очень сложная проблема трудоустройства. В последнее время нам стала помогать администрация города, городского округа. Спасибо огромное. До этого нам помогало, с самого начала помогал Щелковский союз промышленников-предпринимателей. Подключилась Щелковская торговая промышленная палата. Мы создали специальный отдел трудоустройства, который вот просто объезжает все организации, говорит им о том, что мы есть и старается максимально удовлетворить спрос студентов. Мы разрешаем своим студентам работать, начиная со второго полугодия, второго курса. Когда мы их уже чему-то научили, чтобы все зрители понимали, первый курс – это общий образовательный предмет, это 10-11 класс школы. Там нет специальных предметов, это и хорошо. Извините, вас перебью, а как же вот наши гости Сабрина, которая на первом курсе уже стала бронзовой призеркой национального чемпионата? Это студенты, которых специально готовят, выявляют их интерес, желание и специально готовят. Сабрину готовили сначала наши преподаватели, потом мы подключали преподавателей сторонних, потом мы оплачивали очень недешевые занятия ей, чтобы она… Потому что мы видим, что ребенок, ему это интересно, есть смысл в него вкладывать, и мы с удовольствием вкладываем таких детей. Мы в этом году приняли решение и опробировали это, и у нас хорошо это пошло. Со следующего года мы расширяем это направление, потому что детишки на первом курсе, когда приходят, у них только общий образовательный предмет. Они все-таки пришли получать специальности, чтобы вот у них эта связь с специальностями уже была. Мы через кружки даем им немножко самое начало их профессии, выявляем их интерес. Таким образом мы находим тех ребяток, которые будут защитять сначала Щёковский колледж на областных соревнованиях, а потом уже и выйдут на Россию за Московскую область сражаться. Вернемся опять к теме трудоустройства, это уже так, наверное, завершим. Вы ведете какую-то статистику, например, о том, сколько выпускников вашего колледжа устроились по специальности в итоге, и, соответственно, сколько не устроились? Другими словами, продолжаете ли следить за судьбой своих воспитанников? Обязательно у нас всегда есть текущая информация, сколько человек у нас выпускается, сколько всего трудоустроено, сколько официально, сколько неофициально. Мы их отслеживаем в течение трех лет, поэтому закучаем родителям и студентам своими звонками, интересуемся, как они, чего. Настоятельно им рекомендуем работать по трудовым книжкам. Но это сложная работа, где нужно, все зависит не только от студента. Тут должно сойтись и студент, и работодатель, и тогда будет результат. Ну и родители, наверное, еще тоже? Или нет? Ну, родители, да, конечно. Родители закладывают основу всего остального в ребенке. Вот как они изначально заложат, так все и пойдет. Ну вот еще одно направление работы вашего колледжа, насколько я знаю, это профориентация школьников. Я неспроста задал Кириллу и Сабрине вопрос, да, как они попали в Щелковский колледж, откуда узнали, да, они ответили. Но, тем не менее, я знаю, что у вас целенаправленно есть такая программа подготовки школьников, так скажем, к дальнейшей профессиональной ориентации. Есть такая программа «Путевка в жизнь» с школьником в Подмосковье, это тоже областная программа, мы в ней тоже принимаем участие. У нас около 600 детишек учатся со школ, школьников, они раз в неделю к нам приходят на 2 часа, изучают выбранное направление, всего у нас их 16. Предложено есть и швея, и токарь, и IT-направление, и то ремонт, тот же, и ландшафтный дизайн. Начальные этапы, да. За 2 года они получают рабочую профессию, удостоверение и, пожалуйста, если хотите, можете работать, трудоустраивать. Ну, чтобы проиллюстрировать ваши слова, я хочу предложить нашим зрителям посмотреть еще один видеосюжет как раз о том, как Щелковский колледж проводит практическую профориентацию школьников. Давайте посмотрим. Куда пойти учиться, какую профессию выбрать для каждого из школьников, этот вопрос встает в старших классах. Это непростое ответственное решение. Помочь ребятам определиться с выбором дела жизни помогают среднеспециальные учебные заведения. И Щелковский колледж стал одной из площадок региона, где восьмиклассники знакомятся с интересующими их направлениями. Все благодаря проекту Министерства образования Московской области «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья» – получение профессии вместе с аттестатом. С начала этого учебного года Щелковский колледж активно включился в проект. На сегодняшний день мы в области в числе лидеров, потому что именно Щелковский колледж взял на обучение на свою площадку по этой программе 659 человек. Это по 17 направлениям, 12 школ. Ребята-школьники нашего городского округа посещают занятия совершенно бесплатно. Начались теории, а затем перешли к практике. Все под чутким руководством преподавателей, мастеров согласно технике безопасности. А в соседней мастерской работа кипит. Начинающие кулинары увлечены процессом. Сегодня в меню пельмени и вареники, приготовленные от и до ребятами, они же и дегустируют блюда. Если готовишь с любовью, то получается и самое блюдо вкусное, и тем самым нравится другим. Скажите, что вам больше всего нравится в кулинарном деле? Сам процесс или результат? Процесс больше нравится. Мне нравится результат. Очень вкусно всегда получается и радует всех. Радуют результаты работы и в плотницкой мастерской. Ребята увлечены процессом изготовления деталей из дерева. Познакомились с инструментом, как к ним работать, как к нему подойти, что такое древесина, познакомились, потому что материал пособил. И надеемся прийти к качественным изделиям. Ну что, Флора Владимировна, как вы скажете, для вас, что важнее, процесс или результат? Результат. То, что девочки сказали. Результат. Хотя процесс тоже важен. Как много усилий приходится тратить педагогам, чтобы, ну скажем так, да, за 4 года, все-таки, да, хотя вы сказали, да, первые 2 года, все-таки общеобразовательные предметы. Как много усилий приходится прикладывать, чтобы выпустить профессионалов своего дела, если мы работаем на результат? Ну, педагоги – это вообще то, на чем держится все образование. Педагоги – это наше все. Всегда им говорю спасибо за их работу. Я не знаю, как оценить усилия. Педагог должен отдать себя всего, целиком и полностью. Иначе никак. Либо ты в этой профессии, либо… Если ты не можешь себя дарить детям, то, значит, ты, наверное, не там. Ну, а как кадры мы подбираем все-таки, да? Золотая медаль, опять же, это уже касается педагогов, да, золотая медаль на национальном чемпионате. Это фактически единственный в стране педагог, да, который занял первое место. Арифулин Рашид Мялекович. Хорошо, что страна должна знать своих героев. Где берем такие кадры, признавайтесь. Ну, как-то они сами к нам приходят. Отбираем, стараемся посмотреть, попросить провести урок, посмотреть, как он себя ведет. Не брать, лишь бы как бы. Стараемся привлекать работодателей. Мне очень нравится, когда к нам приходят люди уже пенсионного возраста, которые много лет проработали по своей профессии. Они потрясают… В других организациях, да? По своей профессии. Вот, например, у нас есть человек, который был генеральным директором, строил дом правительства. Вот он ведет у наших детишек занятия, у студентов, я все время, извините, у студентов занятия ведет. И они его слушают с удовольствием. Они за ним идут. И вот чем больше таких людей с производства реально, которые прошли все этапы, знают досконально, тем детям, студентам интереснее. – Флора Владимировна, еще одно направление, наверное, тоже достаточно новое для вас, но тем не менее, вроде бы, вы даже выступили инициатором этого проведения, опять же, назовем чемпионата, да? Было осенью прошлого года чемпионат «Обилимпикс». Чтобы зрители поняли, что это такое, предлагаю еще один сюжет посмотреть, и вы тогда прокомментируете это направление. Давайте посмотрим. «Обилимпикс» – это движение, цель которого – повысить престиж рабочих профессий и развить профессиональное образование среди молодых людей с ограниченными возможностями. Для этого при поддержке Министерства образования в Щелковском колледже проводится областной чемпионат по таким направлениям, как флористика, кулинарное дело, автомеханика, фотографии и ландшафтный дизайн. С участниками, проявившими себя лучше всех в той или иной сфере, потенциальные работодатели даже могут заключить контракт о дальнейшем сотрудничестве. Кому-то участвовать в конкурсе уже не в новинку, ведь на территории Щелковского колледжа «Обилимпикс» проводится уже второй раз. Я принимаю участие в «Обилимпиксе» уже второй год подряд. Я выбрала направление фотографии, потому что меня достаточно интересует даже не только профессия фотографа, а вообще как хобби, как увлечение. Это конкурс для людей с ограниченными возможностями. На этом конкурсе мы показываем, что мы ничуть не хуже остальных людей, которые также занимаются автомеханикой, пуварским делом, ну вообще любыми делами. То есть мы просто приехали в первую очередь для самих себя доказать, что мы не хуже остальных. Всего в чемпионате поучаствовало 32 человека. Победители отправятся уже на четвертый национальный чемпионат «Обилимпикс», который пройдет в Москве с 20 по 23 ноября. Хочу напомнить нашим зрителям, что это было в октябре прошлого года. Тем не менее, достаточно все ясно и понятно. Флора Владимировна, собираетесь ли проводить третий раз? Обязательно. Обязательно. Увеличим количество компетенций. В прошлый раз был ландшафтный дизайн и то ремонт. Теперь у нас еще будет фотограф-репортер. То есть мы не стоим на месте. Мы рады всем ребяткам со всей области. С удовольствием их принимаем, создаем для них все условия. Да, и наши студенты едут. У нас победители, призеры есть в этом направлении. Могу назвать Чередниченко Максим Алексеевич. Второе место. Сетевое системное администрирование. Бочаров Денис Петрович. Второе место. Мебельщик. Иванов Никита Геннадьевич. Второе место. Ремонт и обслуживание автомобилей. Солнцев Дмитрий Николаевич. Третье место. Электромонтаж. Это на региональном уровне. Остается их поздравить тоже, как и наших гостей в первой половине программы, которые стали победителями национального чемпионата. Флора Владимировна, у нас осталось буквально две минуты. Заключительный вопрос, если можно, да. Перспективы дальнейшего развития колледжа. Вы сказали, что будем увеличивать число участников в конкурсах, чемпионатах и так далее. Ну а, скажем, расширение учебных площадей, перечня специальностей не планируете? У нас большой очень набор в этом году. Мы стараемся. Мы знаем, что не хватает бюджетных мест для всех желающих поступить в колледж. У нас достаточно немаленький конкурс. Еще раз скажу всем родителям, очень важен средний балл аттестата. Мы принимаем по среднему баллу аттестата в первую очередь. Далее смотрится, если баллы равны, контракт на целевой договор. В этом году по разным специальностям они были разные. Где-то 4,2 балла. Самый низкий был 3,5 балла. То есть, ну, высокий должен быть уровень. Нет, извиняюсь, 3,0 был самый маленький по направлению электромонтер. Вот самая невостребованная оказалась специальность, хотя у работодателя она пользуется спросом. И контракт на целевой договор, как я уже сказала, имеет возможность, если у одного студента есть, у другого нет. При равных баллах он дает приоритет. Стараемся подавать большую заявку, чтобы как можно больше студентов имели возможность поступить на бюджет. Но, к сожалению, не всегда она проходит, потому что работодатели не всегда подтверждают надобность в кадрах. Тут у нас все опять приходит в потребность работодателей. Будем надеяться, что и возможность появится развиваться дальше. Может быть, лучше даст наладить связи с работодателями. В общем, все взаимосвязано, к сожалению, а может, к счастью. Спасибо большое, Флора Владимировна, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти в студию. Остается пожелать только вам успехов в работе, воспитании уже не подрастающего, а такого подрощенного поколения. Ну и, конечно, новых успехов во всех делах, в том числе на чемпионатах. Новых медалей, новых победителей и их большего количества и качества. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, что в гостях у программы «Диалог» сегодня была директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Щелковский колледж» Флора Бубич. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на «Щелковском». Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова